Добрый день, зрители! Время – эксперты для интернет-портала Evercare. В гостях у нас сегодня Светлана Морозова, компания Venal, родом из города Тюмень. Родом из города Харьков, в Тюмени я живу. Хорошо, это замечательно. Светлана, на самом деле мы достаточно давно планировали наше интервью. Так получилось, что встретились мы с вами на форуме «Открытые инновации». И вот, собственно, оно свершилось, настало. У вас замечательный проект, в принципе, такие благие намерения. В принципе, вся история с цифровизацией медицины и цифровизацией кардиомониторинга, мониторинга артериальной гипертонии, она очень интересная и очень клёвая. Давайте попробуем начать с того, как это всё начиналось, как вы входили в проект, то есть как он зарождался. Ну, начало истории – это более моя личная история. Я потеряла отца, когда мне было 11 лет от инфаркта. И именно эта история сильно изменила мою жизнь, потому что мне пришлось начать работать. И это некий психологический гештальт, который я всю жизнь закрываю. То есть психологи мне реально помогают, до сих пор это боль. Это история боли. И проект, в общем-то, об этом. О том, чтобы больше не происходило такого, как у меня произошло. Чтобы можно было предотвратить внезапные инфаркты, инсульты, и люди не теряли своих близких. Это в этом и лежит как бы зарождение, история зарождения проекта. Но есть механика зарождения. Такая социальная, да? Да, она больше как бы даже моя личная. Да. Конечно, я думаю о других, но и составляющая моей личной. Я считаю, что чем больше я буду отдавать силу в этот проект, тем проще мне будет жить с этой болью, которая внутри. Это просто чисто психологическая история. Ну, а механическая вот самая история? Механическая. Да, как начинался проект, вот вынашивая в голове идею, я не айтишник, я про здоровье, но не очень близко была к здравоохранению государственному. Просто у меня бабушка и дедушка врачи, рентгенологи, поэтому, в общем-то, я к медицине не имею отношений с детства. Мечтала быть врачом, но предприниматель я больше. И поэтому, вынашивая, как сделать, я не знала, как. Ну, то есть, вот, что-то хочу, но как не получалось мне придумать. И в самолете я летела с человеком, который работал на тот момент с департаментом здравоохранения нашим тюменским. И до него департамент донес запрос, что им нужен какой-то IT-медицинский проект, какой-то очень-очень интересный для того, чтобы впечатлить Минздрав. Вау. Вот. И я почувствовала, что это моя возможность, и напросилась на совместную встречу в наш департамент. И уже там мы с мозговым штурмом совместно с директором департамента, с заместителем директора департамента здравоохранения родили этот проект. Проект мониторинга артериального давления. То есть такой проект из регионов, фактически. Да, проект из региона. И прямо изначально, да, у меня свои цели в проекте, о которых я упомянула ранее. А у департамента свои. Там некий получить бонус от Министерства здравоохранения. И, конечно, не просто бонусы, но и чтобы он действительно работал. Потому что никакие бонусы не закроют какие-то промахи. То есть всё-таки про жизнь людей, про медицину, он такой живой, рабочий. Да, потому что это не секрет, что сердечно-сусудистая статистика. Артериальная гипертензия – это как корень всего этого. Потому что если мы держим стабильное давление, ну, однозначно человек не умрёт от инфаркта, инсульта. Если не держим, то однозначно умрёт. То есть тут как бы получается давление на стабилизировать очень важно. Да, это правда. Вот в основе проекта, в основе мониторинга, технологические какие? Или это программные оснащения? То есть вот что вы используете именно как только софт, только аппаратную часть, комбинацию аппаратного части и софта? То есть вот что внутри, под капотом? Безусловно, система программа софт и аппарат. Харт. Но мы не используем свой Харт на данном этапе, по крайней мере. Мы используем любые сертифицированные приборы на рынке, которые имеют либо GSM, либо Bluetooth-модуль. Окей, то есть вы можете взять любое изделие, фактически подключить его, интегрировать в свою систему. И если он сертифицированный, потому что мы работаем с государственным заказчиком, и, соответственно, мы должны обязательно подчиняться, исполнять все нормативные. То есть фактически это не какая-то эксклюзивная, условно-прибор? То есть это любой прибор, который может передавать. Да, любой прибор. Здорово. Российские производители присутствуют в этом пуле? Или все-таки проще работать с иностранными приборами-строителями? Тут такой интересный каверзий, на самом деле, вопрос. Я вот даже не знаю, как его осветить. На самом деле приборов, которые сертифицированы на рынке в России, существуют, с которыми мы можем работать, существует два. Так. Это компания IND. Ну, да, знаем такую. Да, у них есть и прибор и с Bluetooth-модулем отдельно, и с GSM-модулем в том числе. И есть компания дистанционная медицина, которую разработали совместно с... Если не изменяет память компания Альтоника, но тут я не берусь утверждать, что они зарегистрировали этот прибор как отечественный. Но что там под капотом, это лучше узнать. Ясно. То есть пока приборов все-таки не очень много. Мы используем все-таки проверенный прибор IND, потому что мировая известность компании... Ну и цена доступная, на самом деле. Цена на рынке одинаковая на тот прибор, да. Но нам важно, чтобы данные были стопроцентно точные, поэтому больше доверяем иностранной компании. Окей, с аппаратной частью понятно. Понятно. Цифровая обработка, что именно происходит, когда приходят данные, куда они уходят, где происходит обработка, и что получает врач, что получает пациент? Вот тут подходим к самой главной части. Все-таки наш софт. В этом ключ, потому что мы модерируем именно медицинский процесс. Софт интегрируется с региональной медицинской информационной системой, создает единый контур пациента с артериальной гипертензией, например, в регионе. Врач-терапевт заводит... Ну, как начинается медицинский процесс? У нас в регионе, например, так. Если попадает вызов скорой медицинской помощи по поводу гипертонического криза, то вот тогда пациент попадает в нашу систему. То есть его туда заводят, а скорая направляет его в поликлинику, он приходит к терапевту, и тот заводит его в нашу систему, в модуль ARMIS. Выставляет график давления, терапию, какую назначает, немедикаментозную рекомендацию. Все это синхронизируется с мобильным приложением пациента, которое в самом себе мобильном приложении не содержит персональных данных. Пациент, видя пуши, получая пуши о графике и так далее, он замеряет, выдает им прибор, кстати, поликлиника выдает прибор. Поликлиники сами купили прибор. Это не происходит через нас. То есть регион сам выбирает поставщика, но он один, да, тут как бы в России. Но мы в этот процесс не вмешиваемся. Они покупают у IND приборы, раздают пациентам на приеме, и все, пациент замеряет. Дальше интересно у нас в системе 4 уровня наблюдения. То есть такая некая, даже игра, можно сказать, для геймификации, для терапевта. Это, кстати, может быть, если будет время, расскажу, что это тоже очень важно. На первом уровне, если врач видит, что он может теоретически попробовать стабилизировать давление за счет не медикаментозной терапии, а коррекции его образа жизни, то рекомендуем мы на первом уровне совместно с нашим департаментом, то есть наши врачи, которые дают рекомендации медицинские, как работать поликлиником, они рекомендуют на первом уровне попробовать обойтись без лекарственных препаратов, убрать соль, повысить физическую активность, и так далее. Стандартные для всех гипертоников вещи, действительно. Дают какой-то определенный срок в нашем регионе в среднем 20-30 дней, чтобы увидеть, есть ли положительная динамика. Понятное дело, что ее может не быть не то, потому что просто пациент не соблюдает эти рекомендации. Звоночек еще не прозвенел для пациента. Да, тут как бы мы ничего в этом случае не сделаем, но хотя бы мы уже не бросили этого пациента, и если врач видит давление, такое же, хуже, если даже динамика отрицательная, вызываем на прием, и приводим на второй уровень, добавляя препараты. Ну и дальше вот так, третий, четвертый уровень. Возможно, госпитализация, если такая нужна будет в моменте гипертонической кризис. На каком моменте, вот именно звенит звоночек про госпитализацию, и пациент, который находится на мониторинге, ему прилетит сообщение от врача, давай, собираю вещички и бегом в больницу? Вообще не придет, потому что... А что происходит? Потому что врач позвонит. В таком случае звонят, чтобы он вызвал скорую. То есть личный контакт. Лично, никакого пуша, потому что мы не имеем... Как мы будем гарантировать, что он дошло сообщение? И вообще он его прочитал. То есть это звонок, хорошо. Да, это звонок, чтобы вызвал скорую. Но на самом деле такого у нас, вот прям честно положа руку на сердце, не было. Была несколько госпитализаций, около 10-15 за вот наш с декабря 17-го года, прям в промышленной эксплуатации 11 поликлиник. Но надо понимать, что в Тюмени поликлиники, это у каждой поликлиники по 8 филиалов. То есть это как бы много у нас медицинских медицинских учреждений пользуется система, и процент госпитализации очень мал. Это больше пациентки беременные при экламсии, потому что там, ну, госпитализация, в принципе, она нужна. И это не гипертонический как бы криз. Вот, поэтому госпитализация, она бывает еще в случаях, например, если в итоге за 4-х уровневое наблюдение врач не может, терапевт, добиться стабилизации давления, хотя он со своей стороны, исполняя клинические рекомендации, делает все, мы понимаем, что здесь какой-то другой диагноз. Тут просто что-то необычное артериальная гипертония, ведь она сопровождает некие другие редкие, возможно, заболевания. Ну, не редкие, но не часто встречающиеся заболевания. Поэтому нужна госпитализация для более углубленного вникнуть в ситуацию, всеобъемлюще прямо в моменте обследовать пациента. Да, потому что, ну, долго ходить там 100-160 нельзя. Наверное, не стоит, тем более, если уже. То есть для пациента получается такой контроль, то есть для врача получается такая объективная информация, что происходит. Вообще супер. И опять же, это все в рамках региона. И смотрите, а что происходит с масштабированием? То есть Тюмень прекрасно. А вот в рамках России? В рамках России буквально август-сентябрь месяц этого года Вероника Игоревна Скворцова согласовала с Владимиром Владимировичем, донесла ему о том, что подобная история с мониторингом артериального давления нужна стране для сокращения смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. И было принято решение поискать деньги для того, чтобы в ближайшие 3-4 года в каждой поликлинике страны стояла подобная система. Так. Ну, хорошие перспективы, на мой взгляд. Вот это такое идейное хорошее заявление. Опять же, вписывается в историю с цифровизацией медицины, с историей с единым цифровым медицинским контуром. Вот такая очень интересная. А если говорить про инвестиции, то есть поискать деньги – это одно, там, наверное, где-то может быть какая-то и коммерческая составляющая инвестирования. Приходит ли к вам инвестор, общаетесь ли вы с акселераторами? Вот этот процесс. С одной стороны, я так понимаю, процесс проекта действующий. У вас уже есть продажи, у вас есть реализация. То есть вы уже получаете какие-то деньги именно в это движение. То есть нужно это на развитие, на масштабирование. Скажем так, нам для масштабирования деньги не нужны. У нас готовое решение. Мы приходим в регион, делаем коммерческое предложение департаментом здравоохранения, и мы готовы уже становиться. Есть некие сложности, почему мы этого не делаем, но это абсолютно не нехватка наших средств. Средства нам действительно нужны. На данном этапе я приняла решение поискать инвестиции у именно отраслевых компаний, которые работают в рынке и понимают, в чем сегменте. И крупные тоже игроки, которые понимают, куда идет наш тренд государственного здравоохранения, и как с этим работать. Почему? Потому что кроме того, что я писала, краткое описание, как работает наша система, у нас есть модули, которые мы сейчас начинаем разрабатывать. Это отдельно модуль оценки поражения органов мишени и артериальной гипертензии. Там нет еще искусственного интеллекта. Это просто обычные математические модели, которые используют клинические рекомендации. Это, правда, технологии обработки текста в электронной медицинской карте, конечно. Это обработка данных с ЛИС, с лабораторно-информационных систем. Все это нам нужно для того, чтобы анализировать и видеть, как быстро поражаются конкретные органы мишени у конкретного пациента. Вот на эту историю нам нужны больше денег. И вторая история, тут уже больше искусственного интеллекта. Это все-таки предиктивная аналитика. Когда база данных есть большая, мы можем, и используя опыт наших ученых, команды ученых, с которыми мы работаем по артериальной гипертензии, это все-таки мировые имена, которые занимаются более 30 лет амбулаторным мониторингом артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией. Узконишевая сдача и находятся в разных странах с центром Миннесоти. У них есть огромнейшие просто наработки по поводу этой предиктивной аналитики. Формулы уже есть. Нужна база данных, нужны просто технологии искусственного интеллекта. У нас не хватает только базы данных. И, соответственно, для этого и понадобится побольше денег, чем у нас есть. Про есть обработку данных. Собственно, еще и данные собирать нужно, что тоже, то есть нужно еще население, которое подключится к программе. Скорее для нас не население, а все-таки Минздрав. Минздрав, регионы. Чем больше мы станем в регионы, тем больше у нас будет баз данных. То есть чем быстрее мы просто ее получим. То есть как масштабируетесь от Тюмени в другие регионы, тем больше у вас будет данных для дальнейшей проработки. Вообще это очень здорово. То есть предиктивная аналитика, во-первых, это тут же и профилактика. И тут же, опять же, вот такая, ну, как это правильно сказать, то есть это именно обучение пациента и правильному образу жизни. Потому что гипертония, да, в каких-то случаях это она бывает, там, почечная, там, еще с какими-то дефектами, да, там, врожденными, как правило. Ну, или приобретенными, но все равно. Но в целом-то у большинства она течет бессимптомно. Человек думает, что делать все правда, а на самом деле, ой, все запущено. Все верно. Есть несколько стадий. Есть стадия, как бы, абсолютно бессимптомная. Даже скачки артериального давления случаются очень редко. То есть мало того, что их, в принципе, невозможно почувствовать, вот, они еще и редко скулучаются. И это происходит года за три до того, когда скачки становятся чаще, и человек начинает уже как-то это замечать головной болью, возможно, какой-то просто непонятным самочувствием, некомфортным. И там уже потом еще через два-три года начинаются гипертонические кризы. Вот когда уже начинаются гипертонические кризы, то обычно от пяти до десяти лет человеку осталось, если он ничего так особо не делает. А в нашей, как бы, системе он особо ничего и не делает. Потому что даже если ему терапия, нет, я имею в виду, вот как сейчас это работает. То есть терапию хотя бы ему даже и назначили, но он же не факт, что ее будет принимать, так как ему назначили. И вообще врачу все-таки, когда он подбирает терапию, очень важно видеть... Действует ли лекарство? Да, потому что все люди разные. И вот имея объективные данные о давлении в течение суток, особенно важно для артериальной гипертензии ранние утренние замеры и ночные, что пациент, в принципе, если ему не скажут, что это очень важно и не придет сообщение, что нужно это сделать в определенное время, он этого делать не будет. Поэтому это очень важно. Это как популяризация еще, наблюдение, отношения... Отношения. Да, философия. Действительно, я всегда привожу пример с больными сахарным диабетом. Почему-то там философия по поводу того, что нужно в течение дня контролировать уровень глюкозы. Ну, он нормальный, он есть. Почему? Все логично. Человеку очень плохо. Он это сильно чувствует в артериальной гипертензии. Симптоматичка другая. Да, ему он этого не чувствует, поэтому он не понимает, что это точно так же важно, как с мониторингом сахара. Точно так же. Смертность, даже, мне кажется, ну, если так, ну, это я так, конечно, не совсем, но, мне кажется... что срочистые заболевания все равно где-то на первом... Примерно... На втором, может, после онкологии. Да, то есть он умрет, мне кажется, от инфаркта, инсульта может даже быстрее, чем от сахарного диабета, если... Собственно, решение, то есть там может быть какая-то комбинатория? Конечно, там подключится, там все и так далее. Обычно, кстати, это все всегда у пациентов вместе. Это пациенты с метаболическим синдромом, да. Может, субболием еще раз... Да, поэтому там все вместе. Да. Но, с другой стороны, решение есть. Наблюдать можно. Популяризировать отношение к своему здоровью можно. Вот, если это, опять же, входит в рамках Минздрава, то есть и это для пациента бесплатно, то есть, ну, опять же, в принципе, забота о диабетиках была, в общем-то, с того, что получают-то приборы, а не на руки, при постопостановлении диагноза, то есть, в общем-то, здесь-то как бы уже дорожка-то протоптанная, то есть было бы здорово повторить. Ну, это как бы... Сейчас решается Минздраве. Не от нас зависит, да, на данном. Будем надеяться, что оно все решится. Да, тоже думаю. И в пользу для пациентов, в пользу для всех заинтересованных участников этого процесса. Светлана, замечательный проект. Желаю всяческих вам успехов. Спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо зрителям, что нас смотрели. Всего доброго. До свидания. До свидания.